Дюковский парк пришел в полное запустение. Старейшее и некогда самое популярное место отдыха одесситов давно не соответствует своему назначению. Городская власть озабочена решением других, более важных для чиновников задач. Дюковский парк когда-то был такой же гордостью Одессы, как Приморский бульвар или городской сад. Гулять, танцевать, смотреть концерты, плавать в бассейне и кататься на лодке сюда ходили со всего города. Знаменитые дюковские пруды сейчас больше похожи на болото, но сказочной черепахи, хранительницы золотого ключика тут нет. А есть разбитые аллеи со статками асфальта еще советских времен, по которым вынуждены возить детские коляски молодые мамы. Другое место, где можно погулять с детьми при новой застройке района не предусмотрели. Аллея, что ближе к большому пруду, вообще скоро окажется под водой, а камыш разрастется по всей округе вместо травы и кустов. К тому же он хорошо горит, а случись такое в летнюю жару и парк может выгореть целиком. А так вообще, конечно, желательно лучше, чтобы выделили деньги и навести порядок. Побольше детских площадок хотелось бы. Побольше что-то такое кафе, более благоустроенное, не такие вот маленькие кибиточки. Дорожки нужно сделать, облагоустроить как-то парк. Здесь много чего надо сделать. Вот что бы вам хотелось? Дороги хотя бы более-менее были приличные. Ребенок только падает, с колясками вообще невозможно проехать. Еще? Детскую площадку. Вряд ли кто-нибудь еще помнит, для чего ставили бетонные столбы возле большого пруда. Они торчат уже много лет и явно не украшают парк. На месте какого-то давно снесенного здания лежит куча строительного мусора. А ведь, чтобы вывезти его, нужен всего лишь один большой грузовик. Возле маленького пруда неизвестно, зачем существует огороженная металлической сеткой площадка. Судя по ее состоянию, сюда давно никто не заходил. Крыша без сетки разваливается и, очевидно, скоро рухнет. В общем, весь парк – привет нашей мэрии от горожан, от настоящих одесситов. Тех, кто хочет жить в своем доме и сохранить его для детей. Александр Виноградов, Денис Викличенко, телекомпания КРУГ.